Маргинал про ситуацию в Украине. 8 месяцев назад? Ого. Ну интересно, и что же тут? Понятно. Следующий вопрос. Так, злободневная. Как Евгений Николаевич оценивает эскалацию конфликта на Украине? Какие геополитические прогнозы вы бы дали? Мне уже эта тема надоела, и я к ней отношусь крайне презрительно. Почему? Потому что когда я один раз уже потратил интеллект и энергию и... Потратил интеллект? Идиоты, неблагодарные, тупые идиоты не воспользовались, я могу их только презирать после этого. Я же заявил и не раз об этом сказал, что у тебя невнимательные зрители. Вот с 2014 года я поддерживал стремление Украины в Европу, как я, моя главная интенция, чтобы Россия была полноценной частью европейской цивилизации и культуры, которая не является, но очень такой провинциальной и строптивой. А надо полностью быть в Европе. И поэтому я поддерживал Украину. Вместо того, чтобы идти нормально в Европу, они стали заниматься местечковым бредом, псевдо-маргинальным таким, ну, прости, национализмом и так далее. И в итоге, они, я же сразу в 2014 году сразу сказал, что надо делать. Вот просто прямо как подарок, огромную целую программу, что надо делать, простыми словами, какие реформы, что делать, чтобы вообще и Путина победить, и, значит, жить прекрасно, и чтобы быть вот так прекрасно жить, замечательно, чтобы быть как бы альтернативой для архаической России, потому что здесь не проводят эти изменения к лучшему, а наоборот к худшему проводят. Здесь проходит архаизация всего, вот не надо этого делать на Украине. В итоге в НАУ Украине стали делать именно все, что делал Путин. То есть пропаганда поповщины, бездарной религиозности, игра в патриотизм, вот так все там уже играет в патриотизм, уже играет в религиозность, уже, так сказать, носятся с не бывшей никогда историей, уже говорят про величие, абсолютно то же самое стали делать на Украине. Но если имея ресурсы огромные, у нас огромные ресурсы, и придурочной деятельностью можно заниматься, когда есть ресурсы. Если у тебя нет ресурсов, ты обязан быть умным, умным. Они там дураки, в прямом смысле слова. Дальше я говорил, ну, ни в коем случае не должно быть Зеленского. Вот это хриплый крыс этого клоуна. Я сказал, что после, если Зеленский, все, дальше вы без меня, и я снимаю из себя, я, так сказать, умываю руки. Вот, пользуясь метафорой Тарковского, да, я умываю руки. Я умыл руки. И вообще постоянно моется. И теперь, что бы там, значит, Путин не творил, а я уверен, что он что-нибудь будет обязательно творить, да, потому что он не может по-другому. Вот, и то, что надо было слушать меня и предупреждал, что он по-другому не может 20 лет назад. Когда я еще даже немцов не понимал. Вот, и сейчас он может делать с Украины все, что хочет, потому что меня не послушались, хамски. Причем, миллионы слушали по просмотрам, но не послушались. А если не слушаться, то это совершенно бессмысленно слушать. Так, может, ты перечислишь, что, что еще-то, я не понимаю. То, что перечислил, это разве повод для того, чтобы войну начинать? Хуйня какая-то, ебаная, господи, блядь. Сейчас украинцы должны теперь сидеть, бояться лишнего, что-то сказать и сделать. А вдруг злой Путин, это будет для него поводом напасть, блядь. Ой, давайте мы будем сейчас сидеть здесь, зашуганные, да, и ничего не делать. Ну, мало ли там не дать повод Путину начать войну с нами. Блядь, да он бы нашел любой повод, блядь, придумал бы просто, если бы даже украинцы ничего не делали, да, так в любом случае придумали бы что-то, сказали бы, а, вот там вот так, там на нацизм русский язык запрещают, даже если бы его там разрешили, сказали, да мы вообще не против, говорите на русском, все равно бы стали бы говорить, что нет, вот здесь, там отпиздили кого-то, зашел на русском говорить, все, давайте начинаем вторжение, блядь. Какую хуйню несет, ну как бы, я понимаю, маэстро, он очень умный, он там много книжек читает, но какая-то наивная хрень, типа, ну блядь, ну я уже вам говорил, вот предупреждали же, ведь, ёптвою мать, да хуйня это все, господи. Это вы, филологический момент у тебя, запомните, это принципиально важно, вот если бы сейчас, нашли бы повод в любом случае, товарища, Анатолия, сейчас гадать, сидеть уже как бы было бы, ну смысла нет, это уже произошло, это уже есть сейчас, все. Слушали и, так сказать, послушали, ну провели время и дальше, и не послушались, это тоже можете выбрать. Это до войны, подожди, какой до войны, 28 июля, 2022 года стрим был, разве нет? тут же речь идет как раз уже про, он ему вопрос задал, касаемо войны, которая есть сейчас. Твою жизнь сразу, хайлайт с задержкой вышел, а, 21 год? А, окей, ладно. Заканчивайте любым способом. Вот так вот. Вот такая Украина. Сегодня у Украины нормального будущего нет, потому что они занимались все эти годы бредом. Был потрясающий шанс. Еще получить такой шанс, когда действительно... Но позиция Панасенкова, она не изменилась. Я слышал, что он говорил, вот сейчас. По сути, говорит все то же самое. Не может быть, на одном стриме собрались Панасенков. Маргинал и Хиосус, это что-то нереальное. Как так планеты могли сойтись, чтобы такое произошло? Ну ай! Так, в том-то и прикол, он предсказал грубо эту хуйню. На вот этой, на противостоянии, России и Запада, получить все, что только вообще можешь себе представить, сделать быстро реформу, потому что именно во время военных действий делаются настоящие реформы, потому что можно ломать. Когда все хорошо, тебе никто ничего не даст серьезное сломать, вы поймите, в обществе. А тут можно ради чего-то быстро ломать. Нет, 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 все, сохранили, тоже кумовство. Привет, Леша. С плюс уже я вывел на 700 рублей, спасибо. Если вам выпало, но вы не успели забрать, то вы можете отмотать стрим. Так как код действует в несколько секунд, разве нет? Три лоха, ни в чем не разбиравшихся, как же так сошлись планеты. А, и один у нас разбирающийся, блять, сидит в чате под никнеймом Ворчащий Дед. Вот, смотрит мой стрим. И он во всем разбирается и сидит в чате. Не стримит, не записывает видеоблоги, собирая аудиторию вокруг себя, потому что он все знающий, и он-то все понимает. А он сидит в чате и высирает хуйню. Блин, мир несправедлив, видишь. Вот я есть, маэстро, маргинал, мы ничего не понимаем, хуйню несем на огромную аудиторию и ты, которого никто не замечает, но при этом во всем ты у нас разбираешься. Вот. Да, да, конечно, в скобочках нет, блять. Те же мордва такие, хари, эти галушки, все переоделись в это. И мы в Европу и оделись в вышиванки. Где вы видели, что в европейских парламентах прилично ходили, значит, в где-нибудь национальных этих кокошников или чем-нибудь. Посмотрите на, допустим, национальные одежды. Ну, везде же есть, в Австрии, в Италии. Да кокошников вообще бы да ебутся, да еб твою мать. Спасибо, спасибо за донат, кипуфа. Вот во всем в этом или в голландских, да, пользуются. Надо что, есть фольклор, есть фольклорный ансамбль. Ну, короче, ребят, захотели с Европы, надо было от всего украинского отказываться, нахуй. Вот. Если в Европу, да. А еще там, с другой стороны, Путин, надо было вообще, в принципе, ебальник завалить и попукивать под себя. Вот. А не что-то там запрещать и еще и высказываться как-то, да, в сторону России. Запрещать, в кавычках, да, русский язык, вот, на каком-то государственном, футблядь, на каких-то там госпредприятиях, да, в школах и так далее. А надо было говорить на русском, блядь, все, ебать, представляете, да, вот так вот, пиздец, пиздец, блядь. А теперь вот, получаете. Спасибо, привет, плюс так, да, поздравляю, что вывел 700 рублей. Это круто. Это 20 сумасшедших, смотрят, замечательно, дают премию, вот это одно. А есть настоящая, есть современная жизнь. Мульт и спамишь, урод ебаный, пошел нахуй отсюда, блядь. Понятно. Так. Так. Хм.